Расскажите о сегодняшнем событии, почему? В первую очередь хочу сказать, что в преддверии всеукраинского праздника, украинская Рудына, в городе проходит интересное мероприятие, праздничное мероприятие, мы его так назвали, счастлива Рудына, заможна Краина. Сегодня мы чествуем и будут вручены высокие правительственные награды мать-героиня, нашим двум матерям. А вообще в городе Николаеве на сегодняшний день проживает 125 матерей-героинь. Это семьи, в которых родилось 5 и более детей. А в городе Николаеве также на сегодняшний день 1886 многодетных, где три и более несовершеннолетних ребенка. Хочу сказать, что городская власть старается помогать этим семьям, понимая, что это наше будущее, это наше будущее поколение, которое, конечно, мы заинтересованы, чтобы воспитывалось на хороших, добрых традициях в городе. И это поколение, которое в будущем придет на смену нашему поколению. И, конечно, мы должны быть уверены в том, что город Николаев будет развиваться, будет крепнуть, будут продолжаться те хорошие традиции. А говоря о традициях, хочу сказать немножко в преддверии, что ко дню города, вот, поддерживая руководство нашего города, городским головой, будет более такое еще, значит, массовое мероприятие по участвованию 200 семей многодетных. В преддверии города будут по администрациям районов приглашены на то, чтобы сказать им спасибо, получить подарки от городской власти. И это мы будем стараться делать как можно больше, вот, как можно чаще для того, чтобы наши многодетные семьи чувствовали даботу, чувствовали внимание, значит, от городской власти. И стараемся, чтобы проблемы, которые есть у многодетных семей, вот, в силу возможностей, решались как можно больше позитивно. Можете немножко больше рассказать, и сегодняшний герой от нашего праздника. Ну, я бы, вот, хотел, чтобы эти герои рассказали сами о себе. Вот, пожалуйста, одна, одна, одна. А мы потом одеемся. Хорошо, вас говоришь. Мне просто важно Ваше имена, условно, и о том, насколько тяжело и пропущено. Можете ли это назвать? Да, можете ли это назвать? Как, в принципе, можно получить подобную награду, и не буду чисто с юридической точки зрения, то есть документально. Вот есть на это, которые дают детей? Ну, есть указ президента, который определяет порядок для получения статуса мать-героин. В первую очередь, это рождение пяти и более детей, вот, и в том, что их семья воспитала до восьмилетнего возраста всех пятерых. Ну, и, конечно, в данном случае это почетный статус, то есть, безусловно, готовится пакет документов, вот, он обсуждается на комиссии городской, он передается в обл. администрацию и потом на администрацию президента. Вот, вот, эти знаки подписываются лично президент Украины. Конечно, волнует всех, чтобы в этих семьях дети росли, ну, знаете, уважительными, воспитанные в духе уважения, воспитанные в духе, знаете, внимательного отношения и к своим родителям, и к окружающим, то есть, с позитивной характеристикой от учебных заведениях, от дошкольных учебных заведениях, и там, где, знаете, вот, царит хорошая атмосфера, царит вот, да, атмосфера уважения и почитания и родителей, и взрослых. Это очень важно, и это является одним из приоритетных основ для того, чтобы мать получила это высокое внимание.